Военное обозрение проект ЗЗ Запад консолидируется перед лицом московской угрозы Вчера, 9.23 проект ЗЗ Запад консолидируется перед лицом московской угрозы Американские эксперты и их коллеги по эту сторону земного шара уверены, что Кремль не способен на экономические реформы, и поэтому Россию ждет неминуемый крах В Соединенных Штатах звучат требования усилить санкции против России, сплотиться всем миром перед лицом московской угрозы и выдать Украине оружие на 3 миллиарда долларов Остановим российских агрессоров Вот лозунг западных борцов с московской экспансией Нил Макфар Карп в New York Times поведал мировой общественности о грядущем крахе России В 2014 году цены на нефть снизились более чем на 50% Рубль потерял более половины своей стоимости Привет, рецессия Россия вот-вот распечатает кубышку с денежками, припрятанными на черный день, пишет американец Но что делает Кремль? Министр финансов Антон Силуанов по государственному телевидению представил публике давно обещанный антикризисный пакет правительственных мер Напоминает аналитик Но что это за пакет? Это не что иное, как список полумер, расплывчатые обещания и 10% сокращение бюджета Экономисты почти единогласно назвали подобный план неадекватным В этом плане нет никакого смысла, дал комментарий газете русский олигарх Александр Юрьевич Лебедев По его мнению, план Кремля в том, чтобы выбросить деньги, потратив их на спасение некоторых худших российских компаний Много слов и мало конкретики, заметил он А что же Путин? А он сделал краткое заявление, повторив, что наряду с сохранением жесткого контроля над государственными финансами в стране следует изменить структуру экономики Однако многие экономисты, владельцы предприятий и бывшие высокопоставленные правительственные чиновники заявили в интервью, что Кремль, скорее всего, отреагирует на кризис точно так же, как было в 2008 году Кризис есть, а принципиальных изменений в экономической политике нет Кеннет С. Рогов Кеннет С. Рогов Профессор-экономист из Гарвардского университета и бывший главный экономист Международного валютного фонда, отметил, что Кремль рассчитывает лишь на рост нефтяных цен, благодаря которому все само собой наладится У правительства России нет стремлений к фундаментальным преобразованиям По словам эксперта, Кремль просто переждет кризис В 2008 году цены на нефть быстро восстановились, напоминает журналист, однако теперь ситуация вряд ли будет благоприятной для России Эксперты в области энергетики указывают, что пройдет довольно много времени, прежде чем низкие цены на нефть сменяются высокими Что до России, то она просто не готова, или, возможно, не в состоянии принять необходимые меры для стимулирования экономического роста Кое-что Кремль все-таки запланировал Автор статьи сообщает, что правительство решило потратить примерно 700 миллионов долларов на помощь сельскому хозяйству Кремль ведь запретил импортировать с Запада многие виды продовольствия, поэтому русским придется развивать производство свое В прошлом году цены на продукты в РФ поднялись более чем на 15%, а сахар вздорожал аж на 40% И даже российские парламентарии жалуются, им не нравится, что тарелка кашевых депутатской столовой подорожала с 20 до 53 рублей По мнению американского журналиста, вся стратегия Кремля состоит в ожидании возвращения высоких цен на нефть Отсюда и вся официальная бравада Кремля Правительство искренне верит, что россияне из любви к родине перетерпят любые трудности, в том числе станут меньше кушать, иронизирует автор В антикризисном плане говорится также о поддержке стратегических целей, экспорт и производство высоких технологий, однако никаких конкретных шагов здесь не обозначено Недавно премьер-министр Дмитрий Медведев, напоминает обозреватель, сказал, что зависимость России от экспорта сырья ушла в прошлое, но почему-то не сообщил, что эту зависимость заменит А министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что у России много денег, и она сможет переждать трудные времена Экономический рост возобновится, надо лишь подождать год или два года Упомянутый выше господин Лебедев назвал Улюкаева буддистом Господин Путин считает, что в течение шести месяцев цены на нефть вырастут, это его глубокое убеждение, сказал издание Константин Ремчуков, главный редактор независимой газеты Если мы не развалимся, то через пару лет будем в шоколаде Российские олигархи, сообщает автор далее, избегают критики Путина, как публично, так в частном порядке, поскольку поддержка их огромных состояний зависит от благоприятного мнения президента Это большая машина, у которой до сих пор есть деньги, которая до сих пор продает много нефти, газа и которая по-прежнему имеет большие доходы, сказал президент Института современного развития Игорь Юргенс Он напомнил журналисту, что русские люди перенесли кризисы и пострашнее, например, дефицит продуктов в последние десятилетия существования Советского Союза Он пошутил, сейчас еще терпимо Есть водка, еда на столе, соленые огурцы Мы справимся Тем временем на Западе подумывают о консолидации против российской угрозы Похоже, заокеанским стратегам не нравится, что Россия, как они считают, умирает медленно Они хотят быстрой смерти русских агрессоров Парни из Републич Фото В редакционной статье Washington Post высказывается мнение о том, что дополнительные санкции Которые могут выставить Россию из страны Запада Очень скромный шаг, и Путину на него наплевать Он не реагирует на экономическое давление, отмечает издание Мало того, российский президент затеял наступление по всему фронту На Украину пошли сотни современных танков, артиллерия и зенитные комплексы Все это предназначается повстанцам Редакция советует все равно включить новые санкции Потому что они смогут повлиять на поведение России А то и ослабить режим Путина, пусть и в долгосрочной перспективе Однако главный вопрос для Запада – не санкции Сейчас США и их союзникам из Европейского Союза следует прикинуть Как остановить продолжающуюся военную агрессию на Украине и удержать Путина от дальнейших завоеваний Вот четкий ответ издания на поставленный вопрос Прямая военная поддержка украинской армии В распоряжение редакции попал доклад восьми бывших высокопоставленных американских чиновников Двое из которых ранее трудились в администрации Обамы Все они считают, что помощь Украине необходима Почему? Все просто 70% танков украинской армии даже не заводятся А у противника исправный русский Т-80 Русиан Т-80 Танкс Бронебойного вооружения тоже катастрофически не хватает Российский ракетно-артиллерийский огонь сметает украинских бойцов Украина ведь даже не имеет РЛС, способную найти источники обстрелов БПЛА у Киева тоже нет Поэтому эксперты рекомендуют немедленно поставить Украине соответствующих вооружения на 1 миллиард долларов Это только в 2015 году Еще на пару миллиардов надо поставить позднее В следующий год-два К американской помощи подключаться и европейские государства Эксперты даже знают, кто подключится первым и вторым В Великобритании и Польша Но вот беда Представители Белого дома, да и их коллеги в Европе Боятся, что поставки вооружений Киеву спровоцируют Путина И тот пойдет в атаку На тему противостояния объединившегося Запада московским агрессором рассуждает также Майкл Синг в Wall Street Journal Про российский сепаратисту КПП в Яна Киеве близ Дебальцева Фото Майкл Синг, известный аналитик, директор Вашингтонского института ближневосточной политики На прошлой неделе Европейский союз решил продлить санкции против России еще на 6 месяцев Россия ответила новой кампанией на востоке Украины, начав с жестокого обстрела Мариуполя, пишет публицист Синг полагает, что Западу следует консолидироваться в противостоянии Москве Двигаться нужно одновременно в трех направлениях 1. Санкции Они уже причинили значительный ущерб российской экономике Увы, санкции не повлияли на политику Владимира Путина Что ж, российского президента нужно продолжать воспитывать, санкции усиливать и ни в коем случае от них не отказываться Спустя какое-то время экономические меры сработают, уверен автор 2. Поддержка Украины В деле сдерживания дальнейшей российской агрессии важно обеспечить успех Украины Западу следует не только дать Киеву денег, но и поставить ему оружие 3. Снижение уязвимости Европы Господин Путин удивил Европу своими смелыми действиями на Украине, пишет Синг Соединенные Штаты совместно с Европой должны усилить трансатлантическое сотрудничество, укрепить бегнейший восточный фланг НАТО и нарастить общие возможности Усилия должны выходить за рамки безопасности, заявляет обозреватель Например, те государства, что зависят от поставок российского газа, должны диверсифицировать поставщиков В общем и целом, призывает автор, США и Европа должны составить сплоченный как никогда альянс, который оказался бы для Москвы неодолимой преградой Из всего, что нынче пишут в США, ясно одно, единства по вопросу агрессора России на Западе нет И поставить оружие Вашингтон Киеву не спешит, несмотря на ястребиные заявления, раздающиеся одно за другим Мы смеемся над Обамой, но он не настолько наивен, чтобы под занавес президентства полезть в войну с Россией В январе перед Конгрессом он уже признался, что у него нет больше компаний Поэтому, несмотря на сотни современных танков, идущих под командованием В. В. Путина куда-то в сторону Киева Б. Х. Обама предпочитает жевать свою никотиновую жвачку и запивать ее медовым пивом А с русскими пусть сражается президент следующий Или президентка, таковой может стать Хилари Клинтон